В Москве на выставке Комтранс 2021 презентован революционный продукт в сегменте пассажирского транспорта – водородный электробус КАМАЗ-6290. КАМАЗ продолжает расширять модельный ряд инновационного пассажирского экотранспорта, который становится все более востребованным в мегаполисах. В ближайшем будущем водородный общественный транспорт может стать достойной альтернативой дизельным автобусам, и, отвечая запросам времени, инженеры компании разработали первый низкопольный водородный электробус КАМАЗ-6290. Конструкторская документация на опытный образец водородного электробуса разрабатывалась с учетом технических требований, предъявляемых к электробусам. То есть за базу убрался электробус КАМАЗ-6282, который поставляется в Москву. Преимущества водородного электробуса очевидны – это его экологичность, отсутствие дизельного подогревателя для обогрева салона. Более того, в отличие от электробуса, запас хода которого после полной зарядки аккумуляторов составляет 70 км, водородный электробус может проехать 250 км, что делает его пригодным даже для междугороднего сообщения. Шасси и кузов водородного электробуса собраны на дочернем предприятии компании в Башкирии – Нифазе. Крышевое оборудование установили в научно-техническом центре КАМАЗа. Кузов выполнен из высокопрочной стали и безопасного пластика, что обеспечивает необходимую прочность и безопасность при аварийных ситуациях. Полная масса водородного электробуса КАМАЗ 6290 составляет 19 тонн. Его габаритные размеры – 12х4х255х3х4. Новинка работает на водородных топливных элементах и оснащена шестью баллонами для хранения сжатого водорода. В целях безопасности баллоны устанавливаются на крышу. В случае утечки водород будет уходить вверх, а не в салон. Мощность водородной электроустановки не менее 45 кВт. В движение водоробус приводится электропортальным мостом фирмы ЦФ. Водородный электробус оснащен современной высокоэффективной пневматической тормозной системой. Также предусмотрено торможение тяговым электродвигателем с системой рекуперации. Максимальная скорость движения – 80 км в час, запас хода – 250 км. Общая пассажировместимость – 80 человек, сидячих мест – 33. Как и электробус, новый экотранспорт приспособлен к эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 40 градусов. Впереди еще много работы. В 2022 году мы намерены провести испытания опытного образца водородного электробуса «КамАЗ» на улицах Москвы в реальных условиях эксплуатации. На данный момент автономная водородная заправочная станция есть только в подмосковной Черноголовке, поэтому испытания водородного электробуса в другом месте невозможны. Завершаться они ориентировочно в 2023 году, сообщили сотрудники «КамАЗа». «КамАЗ», «КамАЗ», «Perком Субтитры создавал DimaTorzok